Ну и завершит наш сегодняшний вебинар, наш диалог, наша дискуссия с Натальей Цирорувой из Греции. Она появляется в нашем чате и тоже, насколько я понимаю, она мчалась к нам сюда, прямо от какого-то клиента. Наталья Цирорува, эксперт компании RUVA Real Estate. Наташа, привет. Как обычно, я тебя вижу, не идеально, но вижу, а вот слышать не слышу. Вот, видите, слышать не слышу. Вот, дождался, дождался. Слышно? Отлично. Да, слышу. Слышно? Да, все прекрасно. Съездила, продала, все в порядке. Замечательно, замечательно. Ребят, всем привет. Действительно, слушала сейчас Александра. Настроение такое же, как и в Испании, точно такое же и в Греции. Вы знаете, появилось очень много желающих приобрести сегодня жилье, причем жилье, которое дает пассивный доход. У нас, поскольку сейчас границы закрыты, поэтому появились те греки, у которых были деньги в банке. Они эти деньги не хотят держать в банке и хотят их вложить в очень хорошие доходные дома. И вот как раз была сейчас на показе клиент, который сделал свою заявку, это грек, местный, корфеот, и он хочет купить многоэтажку, в которой есть шесть квартир, и которые дают уже свой стабильный доход. Дом с долгосрочными арендаторами? Да, 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 да. Поскольку у нас на острове Ионический университет, поэтому студенты всегда ищут жилье. То же самое, что мы говорили 16 апреля, у нас были прогнозы, какая будет аренда долгосрочная или краткосрочная. Сейчас у нас полностью вектор перемещается в долгосрочную аренду. Люди ищут что-то стабильное и надежное. Что это значит для собственников и что это значит для покупателей? Ну, если есть спрос, то значит, надо каким-то образом формировать предложение. Но при этом сам рынок-то по большому счету не изменился. Вот квартиры стояли, квартиры и стоят. То есть, вот что, надо смотреть центры городов, надо с большей прохладцей относиться к местам, которые ближе к пляжу и подальше от деловых центров? Это что? Итак, самый главный интерес, конечно же, в центре. Конечно же, это центр. То есть, это всегда гарантия стабильной аренды долгосрочной. Это гарантия и туристического интереса, и те объекты, которые находятся немножко дальше, они вызывают интерес, но в меньшей степени. Поэтому сегодня внутри городов появляются такие объекты, которые работали на Airbnb, работали на краткосрочной аренде. И сегодня, поскольку движение пока туристического не предвидится, поэтому все собственники для себя определили, что им выгоднее будет, по крайней мере, на этот сезон сдать свой объект для того, чтобы получать аренду ежемесячную. И, конечно же, это только центр, это только центр. Но ты говоришь, что появились предложения именно по продаже. То есть, вот те, кто продают, они понимают, что они не готовы сейчас или не могут, или не умеют, или не хотят сдавать в долгую? То есть, или они просто вынуждены? Вот природа таких предложений, и кто эти люди, кто продавцы? Итак, у нас был бум туристический. Все считали, что краткосрочная аренда – это великолепный вариант для того, чтобы получать стабильный доход, пассивный. Поэтому было очень много покупателей, которые купили себе такие квартиры. Они взяли кредиты, это были греки, это местные карфиоты, я нахожусь на острове Корфу. И когда вот сейчас эта ситуация сформировала новые требования рынка, эти собственники поняли, что на этот сезон у них не будет тех доходов. Поэтому они быстренько переобулись, быстренько, и свои предложения на рынке выставили совершенно в другом формате. Это долгосрочная аренда. Это аренда для тех, кто живет на острове, кто приезжает, кто работает, кто учится. И появляются предложения, которые очень интересны на нашем рынке. То есть, это многоэтажки, где есть 5, 6, 7, 10 квартир, которые раньше стоили баснословные деньги. Но сегодня собственники идут на уступки, потому что они поняли, не будет сезона, и хотят продать. Когда ты говоришь про баснословные деньги, это стоило, баснословные это стоило, скажем, еще год назад, еще 3 месяца назад? Да, это было в начале 2020 года. То есть, вы все знаете, что Корфу – это город ЮНЕСКО, это город-музей. Поэтому, естественно, вся недвижимость была с тройным, скажем так, накрутом. То есть, все считали, что это идеальный вариант приобретать именно вот эти старые здания. Если можно было купить многоэтажку за 800 тысяч евро, то сегодня у нас появляются цены очень приятные. То есть, это 400-500 тысяч, то есть, вот такой резкий спад цен. Это говорит о том, что люди открыты для офферов, открыты для обсуждения. Когда ты говоришь о многоэтажке, давай сразу определимся, о каком типе домов идет речь? Много – это сколько? Ну, для Корфу понятия много, много – это понятие своеобразное. То есть, это может быть 6 квартир, это может быть 7-10 квартир, это может быть трехэтажное здание. То есть, у нас нет многоэтажек. У нас, нашим комитетом по градостроительству запрещается строить высотные дома. И вот многоэтажки, в нашем понимании, это трех-четырехэтажные дома. Несколько квартир, которые хозяин не хочет продавать по отдельности, а выставляет весь лот полностью для покупки всего того, что есть внутри этого здания. Скажи, пожалуйста, то есть, когда ты называешь цифры 800, а потом называешь цифру 400, то это как раз те цифры, о которых многие люди и мечтают, потому что они делят 800 в 400 и понимают в два раза. То есть, у тебя есть уже в Греции, ты уже нашла предложение, где цены снизились в два раза? Такие стали предложения появляться. С нами связываются собственники, которые имеют тяжелые экономические обязательства кредитные. И они выставляют свои объекты именно вот в раздел Quick Sale. То есть, им нужна быстрая продажа. И поскольку мы начинаем работать очень активно в плане виртуальных показов, у нас абсолютно готовое оборудование, абсолютно готовые объекты, поэтому мы продаем наши объекты сегодня без присутствия покупателей. То есть, мы предоставляем все возможности, чтобы человек мог зайти в подъезд и поэтажно пройтись по всем квартирам. Вот такая у нас есть великолепная современная техника, поэтому все покупатели могут посмотреть все с экранов своих компьютеров. И такие предложения, они очень-очень интересные, действительно. Окей, но ты сейчас мне как раз употребила Корфу, и даже я услышал, никогда не задумывался, как же зовут жителей Корфу, но тебе новое слово выучил, Корфиот, очень понравилось. Корфиоты. Корфиоты, да. Так скажи, речь идет все-таки только о Корфу, или по большому счету эта история транспонируется на всю Грецию? Но в случае, если мы говорим, например, об Афинах, о Салониках, которые, в общем, и раньше долгосрочная аренда, в Салониках, конкретно в Салониках, долгосрочная аренда всегда, наверное, была интереснее. Там же в самом городе-то пляжей нет, надо же ехать там на Халкидзике или куда-то еще. То есть вот то, что ты говоришь, это относится, вот и эта тенденция, ты ее сейчас видишь, я сейчас не про снижение цены, а именно про перевод в долгосрочку, из краткосрочки. Ты это видишь не только на Корфу? Эта тенденция, Филиппа, она наблюдается по всей территории Греции, по всей территории, потому что у меня есть собственники, которые купили 3-4 квартиры в Салониках или в Афинах. Сейчас арендаторов нет для краткосрочной аренды, поэтому они делают свои новые предложения на долгосрочку. То есть это у нас студенты, это у нас специалисты, это у нас те люди, которые хотят жить долгое время в данной квартире. То есть рынок моментально меняется, и мы каждый день видим новые тенденции, причем очень интересные предложения появляются, о которых мы мечтать даже не могли. Окей, давай мы посмотрим с тобой пару предложений, которые ты приготовила, а дальше уже еще поговорим немножко в общем. Итак, это у нас Испания. Это у нас Испания. А вот у нас Греция, квартира на Корфу. Да. Я смотрю, здесь указана цена 115 тысяч. Уважаемые зрители, уважаемые покупатели, начальная цена этой квартиры была 149 тысяч. То есть буквально за несколько недель эта цена снизилась порядком на 30%. Причем это готовый бизнес, продается полностью раскрученная квартира, где стабильные клиенты, где стабильные посетители. И эта квартира находится в историческом центре. Цены у нас в историческом центре города Корфу начинаются с 3000 евро за квадратный метр. Здесь у нас квартира 100 квадратных метров, то есть у нас получается 1000 евро за квадратный метр. То есть это супер скидка. Вопрос, почему продается раскрученный бизнес? Ответ очень простой. Экономические обременения собственника. Поэтому она выдала нам этот лот. И мы этот лот, я думаю, продадим очень быстро, потому что этот вариант очень интересен для покупателей из России, которые приезжают для паломничества, для того, чтобы поклониться святыням нашего острова. Подожди, но ты опять говоришь, что это квартира, то есть ты ее видишь как квартиру все равно под краткосрочную аренду? Она может быть, да, 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 она может быть, Фил, выставлена и на долгосрочную аренду, потому что вот такие квартиры в самом центре, в самом центре, в самом сердце города Корфу, они могут сдаваться от 500 до 600 евро в месяц. То есть это стабильный, хороший доход, который гарантирует вот эта недвижимость. На твой взгляд все-таки, вот, вернее, было понятно, там обстановка вся есть в квартире, и, условно говоря, сдавать ее можно хоть, ну, там, условно говоря, начать завтра, формально говоря? Можно сдавать ее вчера. То есть все абсолютно продается с готовым бизнесом. То есть ты покупаешь, ты берешь ключ и запускаешь своих клиентов. То есть не нужно ремонт делать, не нужно ее мобилировать, не нужно делать ничего. Она полностью готова к своей эксплуатации. То есть, по большому счету, история следующая. Будь у вас, то есть не будь у вас серьезных финансовых проблем, не будь финансовых трудностей, берите, все хорошо. Если есть, то вот история последних, там, двух-трех месяцев показала, что в этой ситуации, ну, перекантоваться, что называется, людям не удалось? Не удалось. Это действительно, потому что, вы знаете, лагерь собственников разделился на пессимистов и на оптимистов. Это очень интересно наблюдать, потому что греки по своему менталитету, они, скорее всего, больше, я бы их отнесла к пессимистам. Несмотря на то, что солнечная страна, страна, которая дарит свой позитив, но в виду каких-либо причин они смотрят все более, более все в отрицательном свете, более все в таком, в темных тонах. Почему? Потому что они еще не отошли от того кризиса, который у нас был. Они только начали свои крылья расправлять, и снова вот этот вот плафон накрыл вот этой безнадеги. Поэтому все те собственники, которые не готовы ждать, они начали нам выбрасывать суперпредложения, от которых мы безумно счастливы, спасибо. И мы это можем предложить нашим покупателям и нашим клиентам. То есть действительно у нас сейчас есть что предложить. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим в рамках города Корфу. Город Корфу, он же совсем невелик. Там сколько у вас населения? У нас при, вот сейчас на данный момент, поскольку у нас нет туристов, это 30 тысяч. 30 тысяч. Вот на 30-тысячный небольшой город Корфу. Сколько у вас в городе, вот есть таких предложений появляется? Ну, понятно, что ты не можешь оценить все, но это вот сколько там, 5-6 предложений в день, или таких, ну, какую-нибудь цифру, там, вот 200 сейчас таких дешевых. И, ну, чтобы было, может, вообще, в принципе, понятно. И сколько постоянно продается объектов на Корфу? Я имею в виду именно в городе. Очень много скидок. Нет, простите, значит, я бы не могла сказать, что вот прям недвижимость вся повалилась по ценам. Нет. Скидок больших нет. Но появляются те жемчужины, которые, конечно же, нельзя терять тем покупателям, которые хотят именно купить недвижимость в Корфу. Стали более, скажем так, обсуждаемы цены в ракурсе 100 тысяч, 100 тысяч и выше. То есть до 100 тысяч собственники не идут ни на какие уступки. Они считают, что эта цена прекрасная, что эта цена неизыблемая, и они ее держат. То, что у нас было от 100 тысяч до 200 тысяч, вот эти цены у нас потихонечку начали ползти вниз. То есть если, грубо говоря, стоит квартира 150 тысяч, и если мы делаем наш офер на 130 тысяч, вот тут происходит очень мягкое снижение цены. То есть первоначальная реакция собственника – нет, а потом потихонечку он понимает, что нет сегодня, это будет нет завтра, и послезавтра непонятно, какая цена будет в реальности. Поэтому он вот в результате наших всех отношений, всех общений приходит к тому оферу, который дает покупатель. Окей, давай посмотрим тогда второе предложение, которое ты приготовила к нашему вебинару. Вот дом. Почти как у Джеральда Дарвила. Да, 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 ребят, это вообще уникальное предложение, оно у нас появилось вот буквально в эти карантинные дни. Мы не совсем удачные фотографии тут выставлены, но ничего страшного. Итак, это не только дом 239 квадратных метров, это усадьба аристократическая, которая находится в состоянии, скажем так, полузавершенного ремонта. И самая главная жемчужина – это православная церковь, которая продается вместе с этой усадьбой. То есть мы с вами по большому счету покупаем два объекта, причем объекты уникальные по своей исторической ценности. Сразу говорю, что нет никаких абсолютно ограничений от митрополита Керкера. То есть это частная собственность. И кроме этого, приобретая эти два участка, мы покупаем старинные коны, мы покупаем полностью весь, скажем так, необходимый приход, который приходит в эту церковь. И самое главное, у нас практически 15 тысяч квадратных метров, то есть полтора гектара земли. Здесь можно сделать великолепнейший бутик-отель. Здесь можно сделать великолепнейший православный центр. То есть вот такие предложения стали появляться. И цена, обратите внимание, 370 тысяч. То есть за землю, за два прекрасных объекта выставлена вот такая цена. Первоначальная цена была 400 тысяч евро, и на сегодняшний день она у нас снизилась на 30 тысяч. То есть для нас это очень хороший бонус, потому что мы понимаем, что вот сейчас этот объект очень ликвидный по цене, цена не завышена, она очень реальна. И кроме этого, мы можем предложить нашим покупателям великолепные перспективы для вот этого вида недвижимости. Тут надо узнать, я просто, поскольку я совершенно не знал специфики этого объекта, вопрос, конечно, появляется сразу довольно много. Во-первых, что это за храм, какого он года, на фотке его нет, но не все равно, что купить церковь, это для меня немножечко диссонанс. Да, 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 это диссонанс, но это является реальностью, то есть мы продаем православные церкви, то есть, да, это возможно, да, да, то есть это великолепная возможность. Церковь Святой Пороскевы, это церковь построена в 18 веке, у нее полностью алтарь, иконы старинные, там совершенно уникальная икона Божьей Матери, Божьей Матери и Святой Пороскевы. То есть для тех паломников, которые приезжают на Корфу, это действительно очень классное предложение, это хот-оффер, который, ну, сложно найти. То есть, да, у нас много вилл, у нас много всяческих более таких привычных предложений, но когда у тебя есть возможность организовать вот такой православный центр или бутик-отель, это, конечно, очень сильно цепляет. Подожди, а какие, да, вот какие обязательства, во-первых, есть? Ну, окей, митрополит не возражает против продажи и, соответственно, против покупки, все. Это наша частная собственность, это наша частная собственность. Я должен в эту церковь осуществлять доступ в какое-то время или я вообще взял, закрыл и живу сам? Ну, то есть, давали ситуацию до абсурда. Да, 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 да. Вот как раз эта вот мечта иметь свою личную часовинку, свою личную церковь, вот как раз эта мечта может быть реализована. То есть новый владелец этого великолепного объекта, он будет, может закрыть ее на ключ, может раз в год принимать прихожан-селян, которые просят открыть 26 июня на День Святой Пороскевы. Но это не является обязанностью, то есть он может все перекрыть и сказать, ребят, это моя частная собственность, это моя усадьба, туда никто не имеет доступа. А вот эти 15 тысяч квадратов, это сады, это что? Да, это сады, это фруктовые сады, это оливки, это персики, это груши, то есть это плодоносный фруктовый сад. У нас есть живоносный, жаль, что это не поместили на фотографиях, у нас есть также источник, то есть есть своя вода, есть свой родник, есть свой прудик. То есть, ну, объект действительно уникальный, действительно уникальный. Ну, когда будем спубликовать отчет о нашем вебинаре, я думаю, просто чуть больше фотографий разместим, проблем не будет. Да, обязательно. То есть, условно говоря, это предложение в данном случае, оно инвестиционно-иммиграционно-личное, то есть, как бы, если брать основных целей покупателей, хочешь сам и, ну, тяга к православию такова, или, ну, что ты просто хочешь иметь что-то свое, пожалуйста, живешь сам, да. Хочешь инвестировать, ну, я не знаю, какой нужен опыт для того, чтобы устроить паломнический курорт, уж, простите, за не совсем, наверное, правильное сочетание этих двух понятий. Ну, об этом тоже можно подумать, да. Да, и, ну, поскольку 370, это больше 250, значит, история с гражданством тоже, видимо, с ВНЖ тоже, видимо, каким-то образом работает, да. Да, 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 это будет великолепно. Во-первых, у нас, первое, что мы делаем, мы приобретаем золотую визу для всей семьи, это бабушки, дедушки, дети, родители, родители с обеих сторон, собственников, то есть, вся семья может счастливо жить в этом доме. Это первое. Второе, великолепный вариант для инвесторов, которые хотят эти деньги вложить и получать прибыль. То есть, это может быть элитный бутик-отель, это может быть православный центр, это может быть центр, где просто семейный центр, где отдыхают дети, где, может быть, построен корт, бассейны. И это все находится в долине между гор, то есть, действительно, варианты для самых разных предложений самые-самые интересные. Ну, вот смотри, в результате для меня некоторым откровением стал, на самом деле, наш с тобой сейчас разговор, потому что мы же беседовали с твоими коллегами из других стран, но ты не имела возможности просто их всех услышать. Ну, вот история следующая. Вот в самом начале, там, еще два с половиной часа назад, твой коллега из Словении говорил, что, в общем, практически никакого снижения цен нет. И сделать какие-то интересные предложения можно только на объекты 10-15-летней давности и старше, но не исторические здания, а, ну, такие, здания в силу своего возраста становящиеся полуфабрикатами. Да, да. Говорили о Черногории, тоже, по большому счету, цена относительно стабильная, и даже специальных предложений нет, кроме как какие-то рассрочки. Примерно о том же мы говорили и с коллегами из Испании. По Болгарии вот были, было, появилось снижение цен. И тут вот, бас, приехали в Грецию. Бас, приехали в Грецию, да, 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 да. Что же будет, по твоим ощущениям, дальше? То есть, можно ли сказать, что ты видишь сейчас очевидную вероятность того, что и дальше, по крайней мере, в течение этого сезона, двух сезонов, появится большое количество продавцов, которые, ну, вынуждены сбрасывать? Я думаю, что такие продавцы появятся, потому что люди набрали несколько объектов, надеясь на краткосрочную аренду, и сейчас эти надежды потихонечку начинают рушиться. Смотрите, Греция – это страна исключительно туристическая, то есть мы ничего не производим, у нас нет ничего, кроме великолепной экологии, моря, солнца, фруктов, вина, тертаки и так далее. Поэтому, если у нас будут проблемы с туристическим движением, то, естественно, вся недвижимость у нас будет стоять. То есть, те собственники, которые рассчитывали на тех туристов, они сейчас просто будут в простое. И я считаю, что, да, действительно, да, действительно, к зиме, если ситуация у нас с границами будет вот такая же, как сегодня, то к зиме появится очень много еще, кроме этого, интересных предложений. Если мы говорим о… значит, правильно ли я тебя услышал, что через, скажем так, через, ну, там, какое-то, ну, совершенно… Если ты покупаешь объект и поинтересуешься объектом, там, от 100, там, от 150 уж тем более, обязательно приди и предложи более низкую цену. Значит, каким образом… да, да, каким образом происходят у нас все торги? То есть, у нас та цена, которая выставлена в нашем лоте на сайте, это цена не последняя, это ask price. У нас всегда происходит торг, всегда. И мы знаем, что в результате этих торгов цена будет снижена, ну, на 20-25-30% в зависимости от нужды собственника. Вот. Поэтому то, что есть сегодня, эти цены, которые заявлены на нашем сайте, эти цены, естественно, они все являются обсуждаемыми. Обсуждаемыми. Хорошо, тогда такой уже, наверное, в завершении вопрос, а что в Греции не подешевеет? Что подешевеет? Все ли подешевеет или есть какие-то варианты, про которые ты можешь говорить? Не подешевеет то, что может приносить свой стабильный доход. То есть, это объекты, которые находятся именно в центре туристическом, объекты, которые находятся в центре больших городов. Это могут быть интересные квартиры, которые будут сдаваться по хорошим ценам. На данный момент очень интересная тенденция гостиницы пока у нас в состоянии замороженности. То есть, вроде нет клиентов, вроде не открываются, потому что нет смысла открывать большое предприятие. Но и цены тоже пока не снижаются. Но, очень интересный момент, мы сейчас очень активно работаем с нашими собственниками на тему эксклюзива. Вы знаете, один риэлтор, один адвокат, один врач и один духовник. Поэтому у нас очень многие гостиницы мы сейчас берем под наше эксклюзивное обслуживание. И вот там уже, когда видит собственник, что вот будет результат, потому что мы берем на себя гарантии восьмимесячные, у нас закрытый договор на эксклюзивное обслуживание, то в этом случае мы можем договариваться о более низкой цене. Потому что, когда выставляется объект в 10 агентств, в 10 сторон, естественно, говорит цену собственник, которая абсолютно неадекватная. Поэтому новый сегодняшний ритм нашей работы, он нам дает и более адекватные цены. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Наталья Цирерова, русскоязычный специалист компании Рула 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 Реал Эстейт из Греции, похоже, с точки зрения финансов, сегодня обыграла всех, по крайней мере, с точки зрения… Обыграла всех со своим позитивом, мы приглашаем всех в нашу Грецию. Позитив был у всех, а вот 50% скидок не давал никто. Ну что ж, интересно. Вот так вот. Вот вам Греция. Вот вам Греция на блюдечке. Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо, Фил, тебе за приглашение, всегда рада и только позитив от тебя испытываю. Смотрю за всеми семинарами, ты большой молодец, труженик, этот вынес карантин на себе. Вынес карантин на себе, хорошо, что не в себе, на себе это еще не самое страшное. Спасибо огромное. На себе скоро мы его скинем. Спасибо огромное, спасибо за комплимент. Благодарю. Спасибо, Наташенька, разделяю его со всеми командой при Анру. И на этом, на самом деле, прощаюсь с вами до завтра. Завтра мы встретимся с вами в 16.00. Еще раз обратите внимание, про визу EB5 будем говорить, поскольку она американская, с американской точки зрения, то есть чуть-чуть позже. После завтра говорим о недвижимости Мальте, тут все нормально, Мальта почти наш часовой пояс, говорить будем в 13.00 о недвижимости Мальте. Отдельно приглашаю вас в наш иммиграционный раздел, раздел при Анру иммигрейшн. Он набирает популярность, он набирает ход все больше и больше народу. Уже, по-моему, по тысяче человек в день заходит непосредственно туда, за исключением тех, кто заходит туда по случаю, случайно. В общем, о программах иммиграции, о возможностях иммиграции говорим очень-очень подробно. Сегодня уже к вечеру выложим план наших вебинаров на следующую неделю. Во вторник у нас будет такой полумарафон, там будет всего несколько кампаний. По сути, в продолжении этой темы, но просто немножко с другими странами побеседуем, это раз. А в четверг у нас будет вебинар, сегодня вечером мы все анонсы опубликуем и, соответственно, сможете их увидеть на сайте или потом просто приглашение вам вышлем. Будем говорить о специфике недвижимости Юго-Восточной Азии и с кем будем говорить. Будем говорить с экспертами компании Exotic Property и с инвестиционным консультантом Эриком Резенфельдом. Все, кто его знает, обратили внимание на то, что он слов на ветер не бросает. Будем оценивать вообще, имеет ли смысл инвестировать в Юго-Восточную Азию и о чем нужно помнить, туда инвестируя. На этом прощаюсь с вами. Труженик, сподвижник, подвижник и еще, бог знает, кто Филипп Березин. На самом деле, всего-навсего, главный редактор портала «Порианру» недвижимость за рубежом. К вашим услугам. Спасибо огромное за внимание. Всем здоровья. Оно сейчас необходимо ничуть не меньше, чем месяц назад. Встретимся завтра в 16.00. Продолжение следует...